Мы отправляемся в село Михалково. В этом селе с 1956 года добывают и разливают природную газированную воду Михалково. Оказывается, в мире всего три минеральных источника, вода которых по составу, вкусу и качеству близка Михалковской. Это Вишева, Франция, Боржуми, Грузия и Фахинген, Германия. Наверное, это разведение каких-то рыбок. И вот там вот такие кружочки. Красоты села Михалково. Вот право Девин, Девина, Чурокия. Вот я думаю, что мы поедем в Чурокию. Минерал я назову Михалково. Да, два километра. Вот так вот люди живут в Михалково. Вот церковь, смотри. Вот, видишь, один километр еще. А что? Вот, минеральный сбор один на один километр. А здесь простая вода. Михалково очень славится своими водами. Можно и там воды набрать. В принципе, у них же не вся вода минерализована. Так, все, мы в селе Михалково. Вот видишь, тут какая широкая лыка, водопад. Что тут в окрестностях? Пещеры, дьявольское горло. И все, оказывается, это не так далеко. Когда едешь по горам, то расстояние увеличивается в несколько раз. Уважаемые гости. Так что, если у тебя нет бутылки, тебе продадут. Вот так вот лечебные свойства воды. Михалково тут все описано. Химический состав. Ну, вообще, все в таком красивом месте. Вот такая девушка сидит, скульптура, которая сейчас нам отдаст немножко водички. Так вот, мы открываем и пробуем воду. Ты сначала попробуй воду. Может, тебе она не понравится. Ну как? Отличный вкус. Да. Она газированная. Да, но слабо газированная, к счастью. Вот здесь есть такие два автоматика. В одном можно кофе выпить, а в другом купить бутылку Михалкова. Я подозреваю, что и пустую можно здесь купить. Все, один лев. А вот это вот ароматизированная, наверное. Наверное. Вот такая газированная лимон. Наверное. Вот такой прекрасный вид у этого источника. А тут, наверное, эту воду разливают, да. Тут большая стоянка, вот здесь машины. Ну да, это о заводиках по разливу воды 1939 года. Просто кто-то даже говорил, что здесь чуть ли не экскурсии проводятся. Вот в этой, на этом заводике разливают Михалковскую воду. В селе Михалково есть не только газированная вода, но и чистая вода для питья. Вот так выглядит этот источник под грецким орехом. Тень и прохлад. Так, вот сейчас мы пытаемся съехать вниз к Язавеву. И можем посмотреть все поближе. Дорожка, конечно, сначала была вроде как асфальт, а теперь вроде как уже и нет. Довольно такая неуверенная. Хотя наезженная. Я так чувствую, что сюда люди ездят. И, видимо, по-другому к Язавеву, наверное, не спуститься. Частная собственность. Куда-то мы приехали. Куда-то мы приехали. Мы куда-то приехали. А куда-то приехали, но не знаю куда. А как же нам туда? Добрый день. Можно туда еще проехать. Да, попробую. А посмотри, что здесь. А что это такое? Вот как туда попасть, на этот домик? Смотри. Супер. Вот, я хочу туда. Это ресторан или что это? Красота. Вот такой домик. К нему здесь дорога с магистраль. Вон там еще. Может, пока здесь стоять? Не обязательно. Можно посмотреть? Да. Еще туда? Да, мы сейчас посмотрим. Может, и поедем? Сейчас посмотрим. Вот он, Язавир Выча. А неужели это частные дома? А как они подплывают туда? Где лодочки? Красивые. Да. Вот тут, видите, люди имеют частную собственность прямо на воде. Где-то мы это уже видели. В Таиланде. Может быть. Но здесь просто уникально. Для Болгарии такое. А как они, я не понимаю. Где? Где лодочки? Как? И что они делают? Супер. Давай спустим. Да, сейчас пойдем. Вот мы находимся на Изавире Выча. Так, тут все может случиться. Можем упасть в воду. Но мы не упадем. Вот так это выглядит. С этой стороны домики на воде. Мы стоим на лодочной пристани. Вот тут такие лодочки. Хорошо бы взять такую лодочку и пойти спокойно прогуляться по Изавиру. А ты можешь взять вот такую лодочку. Велосипеде. Кидай, да. А что я на Ники, твои там мужики джейма? Добрый день. Добрый день. А им эти такие лодочки? Няма, няма. Няма. Няма лодка. Няма лодка. Няма. Да, как жалко. Я тоже хочу на лодочку. А попросись на рыбалку. Ну тут их много. А можно с вами на рыбалку? У них тут много. Лодка не выдержит. Ну тут уже тепла. Да. Люди ездят на рыбалку здесь. Приезжают сюда, останавливаются и едут на рыбалку. Ну я спросила про лодку, но ничего, ответа не получила. Вот здесь вот шикарный домик, шикарная лодочка. Может быть кто-то из них возит. Ну как их найти? Как к ним приплыть надо? Так, ну ладно, всё. Экскурсия по изоавиру прошла удачно. Кстати, водичка, кстати, очень тёплая. И сразу он там глубоко, по-моему. Но рыбку я не вижу. А, это водохранилище? Да, это водохранилище здесь. А вот смотри, вот как там вот такое дерево большое растёт. Да, вот это вообще не понимаю. Странно. Как может расти озеро? Может быть там остров? А это просто они подстроили. Да, может быть. Может быть это когда затопило, затапливали вот эту зону. Да. То там росло это дерево, и они его как-то сохранили. Здесь мы были. Конечно, ты за гостем. ВВВ есть. Да. Телефон можно забронировать. И это на самом персике. Вокруг Изавира очень хорошая дорога проложена. В общем, практически проездная. Единственное, что есть проблема спусков. Мы нашли только один вариант спуска к воде. Но и он, конечно, не идеален. Вот ещё один вариант спуска к воде. Мы спускались здесь, когда катались по Изавиру. Но дорога здесь очень и очень плохая. Будьте осторожны. Прощай, Челленгиро. Мы будем по тебе скучать. До следующего года. Третья, даже не Челленгиро, а Выччо. Мы будем скучать по Выччо. Больше, чем по Челленгире. Так вот такие настенные росписи. Наскальные. У нас тут были в Челленгире. А мы их не снимали. Два. Какие? Особенно. Вот этот вот. Вот этот? А, Битва Козлов. Ну, эту я тоже сняла, Битву Козлов. Но можно её особенно снять. И ещё вот тот вот огнегривый лев, который грядёт олень. Всех львов я тут уже поснимала. Вот этого остался один. Так, вот этот вот самый кровожадный. Самый кровожадный сожрал оленя. Это у нас вода появилась в нашем источнике. Наши Челленгир в Чешме 1998 года. Прочить Челленгиро мы отправляемся в Девин. Здесь очень красиво. Это место топово. Даже при всех его минусах. Минусы создают люди. А природа создаёт всё только самое лучшее. Приятно увековечить фамилию своей семьи в названии отеля. Ещё и в таком красивом месте. Посмотрите, как обмелело водохранилище Выча. Посмотрите, как уже люди съезжают на машинах и останавливаются прямо вдоль берега. И там так много людей. Не знаю, они, наверное, ловят там рыбу. Вот там люди. Вот так обмелел язовер. Дальше. Это перемен. Абонирмя Да, наверное. Да. Продолжение следует...